Вы уедете туда или нет? К сожалению, это уже невозможно. Сотен миллионов рублей уже вложено в это. То есть вы понимаете, что... И для того, чтобы это изменить, это нужно очень большие деньги. Павел Спичаков, руководитель ООО «Бергус», таким образом дал исчерпывающий ответ на вопросы жителей посёлка Боголюбова. Завод по производству медицинских изделий, в том числе презервативов, перемещать он никуда не собирается. Ни в Ульяновскую область, ни в Камешково, ни в другие точки страны и мира. Сегодня в здании администрации посёлка прошла встреча местной власти, руководства завода и местных жителей. Чистое помещение, то есть какого-то экологически чистое в том числе. Ещё давайте какие-то вопросы будут, мы больше хотелось бы поговорить, а то я могу очень долго рассказывать про своё предприятие. Но конструктивно поговорить не получилось. Организованное собрание с первых минут превратилось в хаос. Крики, ругань, попытки выяснить, к какой конфессии принадлежит Спичаков. Мы сейчас там, по разговору, спрашиваем. Ну какая же, давай, иди, давай, что-то хватает. Основное требование недовольных жителей – не допустить производства презервативов на территории посёлка. И здесь необходимо понимать, что единого мнения среди верующих относительно использования контрацептивов и строительства завода нет. Так, представители Владимирской епархии, хоть и не стали давать официальный комментарий на камеру, но в разговоре дали ясно понять – жизнь в мире на месте не стоит. И ничего страшного в таком заводе нет. А Господь сейчас просто смотрит на нас и будет думать, смогут ли эти люди отстоять свою святыню. Что это вообще за народ, который аплодирует производство презервативов и который свою святыню не защищает. Это единственная площадка, которую мы смогли найти и приобрести. Какой-то задачи, что именно в Боголюбово разместить, у нас не будет. У нас должна вся реакция немножко неожиданная, в том числе для меня, как для верующего человека. Убедить руководство Бергуса пытались и цитатами из Библии, и оригинальными тезисами. «Презервативы – это мужской обод. Презервативы – это мужской обод». Кучка решительно настроенных верующих жителей грозится и дальше всеми возможными способами препятствовать появлению нового производства в поселке. Ни 200 новых рабочих мест, ни налоговое отчисление в местный бюджет не кажутся им весомыми доводами. Тезис о том, что производство является многопрофильным, что здесь будут делать перевязочные материалы, памперсы, лейкопластыри, не успокаивает. Работающим жителям поселка остается надеяться на то, что здравый смысл все же возьмет верх, и горстых фанатиков не будет диктовать условия всему поселку. Дмитрий Киричков, Станислав Трегубов, Губерния 33.